ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России немного сократилось число погибших в ДТП. За первую половину 2022 года, по данным госавтоинспекции, жертвами автокатастроф стали 5600 человек. Минус 4% в сравнении с тем же периодом 2021-го. Для сравнения, за весь прошлый год на дорогах страны погибли почти 15 тысяч человек. Количество пострадавших снизилось на 7,5%, почти 68 тысяч граждан. Однако в 35 регионах число жертв ДТП выросло. Лидером стал Севастополь, где трагичная статистика подскочила в два раза. ТРАССА СТО ОДИН Страховые компании начали продавать ОСАГО в кредит. Автовладельцам предлагается взять заем, к примеру, в микрофинансовой организации, которая сразу перечисляет деньги страховщику, а гражданин затем частями с ней расплачивается. В Центробанке по этому поводу заявили, что данная схема имеет право на существование. Все зависит от позиции самих страховых компаний и их финансовых партнеров. Однако, по мнению некоторых экспертов, такая ситуация чревата нехваткой у страховщиков денег на выплаты, если оформившие кредиты перестанут их выплачивать. ТРАССА СТО ОДИН Kia Sportage нового поколения будет стоить в России минимум 2 миллиона 850 тысяч рублей, ровно на 100 тысяч больше по сравнению с текущей версией. Точные сроки начала продаж еще не озвучены. Кроссовер стал больше и получил более яркую внешность. Моторы бензиновые, 150-сильный, либо 190-сильный. Вариантов трансмиссии три. Шестиступенчатая механика, шести-либо восьмиступенчатый автомат. Привод передний, либо полный. ТРАССА СТО ОДИН А китайская компания Дон Фэнк запустила в России продажи легкого коммерческого грузовика Кэптэн Ти по цене от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Машина доступна в двух версиях с полной массой 2490, либо 3490 килограммов. Новинка оснащена дизельным турбомотором мощностью 128 лошадиных сил. Коробка пятиступенчатая механика. В стандартный список оборудования входит антиблокировочная система тормозов, гидроусилитель руля, кондиционер, электростеклоподъемники, подогрев водительского сидения. ТРАССА СТО ОДИН Фары для российских автомобилей будут поставляться из Белоруссии. Как заявляют представители Рудинского завода, его светотехника соответствует всем современным требованиям. Световые приборы отливаются из пластмассы, проходят стадию вакуумной металлизации, собираются и испытываются в течение нескольких дней. Работоспособность фар проверяется в том числе в условиях жары, мороза и сильного дождя. Раньше данной продукцией пользовались в частности Волжские и Ульяновские автозаводы. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН